Друзья, ну что, Лукашенко сделал то, к чему шел 20 лет, продал Беларусь диктатору Путину, получил себе вечное губернаторство. Это будет, наверное, самый тяжелый ролик за этот год. Поехали! Добрый вечер, дорогие друзья! Для кого-то уже, наверное, доброе утро, потому что это такой, я бы сказал, на самом деле, экстренный выпуск. Меня переполняют эмоции. Путину и Лукашенко исполнили финт, как одно государство вместе с людьми может быть отдано на съедение. Лукашенко продал, сегодня Беларусь, подписал карты, содержание которых никто не знает. Путин, как удав, выдержал все. Единственное сопротивление диктатора Луу было в том, что он его обозвал, условно говоря, ботексным и бункерным. Путин проглотил, потому что у него есть стратегическая цель получить еще один федеральный округ. Люди его не интересуют, нужна земля, поэтому он выдержит все. Я сейчас прокомментирую видео, и вы увидите, что при подписании этих карт, насколько выглядит подавленным диктатор Лукашенко. Он даже вживую, приезжая к диктатору Луу, все видели эти снимки, как он там преклоняется перед ним, но он был более уверенный, чем сегодня. Он уже с самого начала этой онлайн, так сказать, конференции подписания всех дорожных карт по поглощению Россией и Республики Беларусь, он уже начал заикаться. Все грустно, все прям очень печально, но давайте я постараюсь без нецензурной лексики, потому что, говорят, многие смотрят серии. Я хотел бы попросить моего доброго друга, друга, коллега Владимирович Вас. Уже со старта было видно, как Лукашенко заикается, насколько он нервничает, насколько он подавлен. Коллега друга друга коллега, посмотрите, как при этом уверенно на него смотрит Путин, получая истинное просто удовольствие. Просто удав ждет жабу. Самое интересное идет дальше. Послушайте, насколько, каким голосом и о чем говорит диктатор Лукашенко. Он уже после того, что вы сейчас услышите, уже не диктатор. Уже понятно, насколько он в панике. И он на весь мир говорит. Слушайте. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит всех членов высшего госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я. Как Путин молча, кивает, смотрит и внимательно ждет, когда эта сволочь поставит подпись. А этот, понимая, что все, я сделал беду для своей страны, я ее пускаю за поребрик. Кстати, слово за поребрик я первый раз услышал в 2014 году. Когда неопознанные человечки без опознавательных знаков перешли на территорию Украины. И в Славянске, по-моему, начали штурмовать вооруженно отделение местной полиции. И те видео, которые сбросили простые гражданские люди, в нем содержалось, что они когда разгоняют гражданских людей, стреляют в воздух. Кто-то кричит за поребрик, за поребрик. Я никогда в жизни не слышал этого слова. Ну и потом, понятно, телевидение сделало на этом акцент. И стало понятно, что это русские братики пришли с автоматами вглубь территории Украины. За поребрик. И тут диктатор понимает, что натворил беду. И говорит, отвечать будем вместе. Все. Все. Теперь смотрите. Дальше все обратили внимание, какой документ они подписывают. Я сейчас вам его выведу на экран и прокомментирую. Знаете, всегда мы говорили, что он нелегитимный президент. И все документы, которые он подписывает, они не имеют юридической силы. Смотрите, какой они тут сделали поворот. Лука не подписывает его как президент нелегитимный. Он подписывает как председатель Высшего Государственного Союза. Совета Союзного Государства. Кстати, видите подпись? Кто-то из подписчиков обратил внимание. Александр Лучший. То есть, один, конечно, один, даже тысячная доля процента есть, что этот финт сделал Лукашу, может быть, как-то растянуть эту всю процедуру. А второй, РФ согласилась, что если вдруг власть поменяется, Лукаш не подписывал как нелегитимный президент, а этому формированию Союзному Государству история там сколько, 20 лет. Поэтому все, вы наши, рабы. Мы за эти документы теперь можем приходить вас убивать. После этого Лукашенко, видно, насколько его отымели, насколько его изнасиловали. Он загнанный в угол настолько, что он начал рассказывать, что я мечтаю поехать в Крым. Пожалуйста, дядя Вова, возьми меня хоть куда-то. Хочешь, я тебе сейчас в Крым признаю, прилечу, сделаем следующий совет. Потому что уже все, назад дороги нету. Либо возьми меня хотя бы в Питер позови. Почему ты меня теперь нигде с собой не берешь? Выглядит печально, ужасно и плохо. Владимир Владимирович мне все обещал. Обещал, что с собой возьмет Крым, покажет новинки, что там нового сделано. Сделано немало, по дороге привезет в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами высшего госсовета выступаю. Думаю, что Владимир Владимирович... Ну, если не в Крыму уже, ну, может, в Питер съездим на родину, посмотрим, что там делается. А в свою очередь я вас приглашаю и к себе на родину. Это 20 минут от Москвы, вы знаете это место. И в Минск при любом удобном случае. Ну, это так, для разрядки напряженности. Но в этой шутке есть доля только шутки. Поэтому... Ну, все, друзья. Видно по голосу, по тембру, по этому попрошайничеству. Возьмите меня хоть куда-то. Я уже все. Я ваш губернатор. Назначайте меня. Давайте приказы. Родина сдана. И после этого, как итог, диктатор Путин говорит. Все, губернатор, я тебя назначаю. Я теперь тебя оберегаю. Ты мой ставленник. И никто ничего не сможет сделать. Поэтому все эти пшики, как я и говорил 3 дня назад, кто там желал поближе познакомиться с Кремлем и тому подобное, вас использовали, об вас вытерлись, об вас забудут. Ну, слушайте, как Путин подвел итог. В этой связи очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. И, конечно, повышается роль постоянного комитета союзного государства. При этом особое значение приобретает задача формирования на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств. И Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Это никаких сомнений здесь нет. Друзья, братский белорусский народ, как говорит диктатор Пу, вы поняли? Все, удавка затянута на лу, он его будет поддерживать. Поэтому вы должны через год отбросить вообще всякие сомнения, кто хочет для людей, а кто хочет что-то для своих имперских амбиций. А кто-то просто боится за свою жизнь и готов продать свою страну под красивыми лозунгами, только чтобы ему обеспечили безопасность. Но он не хочет сидеть в Ростове, а хочет сидеть в Минске. Это как Аксенову. Сколько бы ты потом не украл в Крыму, предал свою родину, будешь теперь там губернатором вечным, грабь, отжимай и все. Те, кто Путину переходит на его сторону, видите, он дает грабить и издеваться на той территории, где ты находишься, губернатором. Знаете, я не знаю, какого большего триггера хочет Беларусь, какой еще триггер нужен людям, когда у тебя забирают родину. Понятно, на улицу нельзя выйти, всех постреляют, грубо говоря. Не нужен уже никакой политик, никакой призыв. Сделайте, как я не знаю, кто говорил, народный этот карантин. Останьтесь все дома, покажите, что мы любим родину, мы не дадим ее продавать. Но вся страна, если остановится, то уже будет шаг. Это увидят все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова